Историчность Евпатия Калаврата доказана учеными. События, в которых он принимал участие, описаны в повести о разорении Рязани Баты. Спасти город от татар-монгол Евпатий Калаврат не успел, но значение его воинского подвига переоценить сложно. Когда монголы-татары рано утром 21 декабря 1237 года после пятидневной осады взяли штурмом обессиленную истекающую кровью Рязань, Калаврат в это время находился в Чернигове. Узнав от гонца о взятии родного города, Калаврат немедленней минуты поскакал к столице Рязанского княжества. То, что увидел воевода, потрясло его, и он решил отомстить за гибель своего народа. Собрав всех, кто уцелел в густых окских лесах от нашествия, а таких набралось около 1700 воинов, Калаврат бросился в погоню за врагом. Все началось с малого. Мы с краеведами нашли место, где Евпатий Калаврат принял первый бой с ордами Батыя. Это убитое поле недалеко от границы Орехозуевского района Московской области и Петушинского района Владимирской области. Установили там шестиметровый поклонный крест, трехтонный валун с памятной надписью «Благодарность воеводе от потомков». Несмотря на многотысячное преимущество противника, Евпатий Калаврат со своей отважной дружиной обрушился на татарские полки, смял их и проехал насквозь. Все новые и новые отряды бросал хан Батый на дружину Калаврата и ничего не мог с ней поделать. Именно об этой битве, согласно литературным источникам, татары говорили, что это восстали из мертвых убитые рязанцы и чудесно воскресшие прилетели с неба. Отсюда, вероятно, пошло выражение летающей рязанцы. В планах сделать еще одно ратное поле России, как это было Бородинское, как это было Куликово поле. Это все начиналось с малого. Есть такое понятие «стежки-дорожки». Вот там, в том месте, пересекались многие пути. И патриарший путь, и тайный путь, и ловчий путь. И кроме битвы Евпатия Калаврата с Батеем, там был еще ряд сражений, которые и смутного времени, и других времен. Фонд Евпатия Калаврата существует три года и создан, чтобы имя героя сделать брендом Рязани. Освященная сегодня в Ипатийской часовне, земля Рязанская с родины богатыря отправится на поле сражения Калаврата с татарами. Впоследствии там тоже установят часовню. В родном селе воина, по задумке, появится посвященное ему культурное пространство. Там, где находится могила Евпатия Калаврата в Спасском районе, администрация Спасского района выделила гектар земли, чтобы сделать мемориальный комплекс могилы Евпатия Калаврата. Также просматривается на перспективу создания потешной деревни 12-13 века на территории деревни Фролово, который будет подчеркивать именно дух того времени. Сейчас выделяется три основных, связанных с именем легендарного богатыря, точки. Место его рождения Старорезанский стан, ныне деревня Фролово, Шиловского района. Городище Старая Рязань, собственно разоренный ордой город, за который сложил голову воевода и его воины. И поле битвы под Владимиром. Фонд планирует развивать и расширять проекты, связанные с именем богатыря.